Уважаемые коллеги, добрый день. Предлагаю сегодня поговорить о наших планах в связи с посланием Федеральному собранию, в котором была, как известно, сформулирована программа национального развития. Фактически, это комплекс, план действий, который предстоит реализовать в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе. Конкретные цели поставлены в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодёжи, подготовки кадров. Обозначены предметные задачи по укреплению технологического суверенитета страны и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населённых пунктов, развитию транспортной и другой инфраструктуры. По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты. И вот в этой связи хотел бы что добавить. У нас база для этого создана, создана достаточно устойчивая, надёжная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, они дают основания полагать, что всё это действительно реализуемо, и что планы, о которых мы говорили, реализуемы. Вы знаете, что за февраль у нас рост ценз сокращается, инфляция стабилизируется. За февраль было 0,7%. За первые пару недель текущего месяца вообще в ноль инфляция ушла. Понятно, что в недельном измерении это всё очень приблизительно, всё волатильно, но, тем не менее, это так, как есть. Рост экономики за январь 4,6% роста ВВП, если за прошлый год у нас было 3,6%, в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель. За январь 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года. Если в чём-то ошибаюсь, коллеги поправят. Но вот сами тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, они дают нам основания полагать, что планы, предложенные в рамках послания к федеральному собранию, они вполне реализуемы. И к работе к этой нужно приступать немедленно. При этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого национального проекта. Такое планирование должно объединять в одной логике действия всех уровней власти, от федерального до муниципального. Всю работу от предприятия стратегических решений до их практического воплощения в конкретно населённом пункте. С учётом, конечно, уже имеющегося у правительства опыта, нужно выстраивать именно целостную систему управления национальными проектами, использовать цифровые инструменты контроля по их реализации и за результатами их реализации. Опираться на мнение граждан, как мы постоянно об этом говорим, на обратную связь с обществом. Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития. Какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим. И повторю ещё раз, задача правительства – обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы, представители бизнеса, науки, образования, деловых объединений, других институтов и гражданской обществе. И, конечно, значимую, во многом ключевую роль в подготовке к реализации НАСПроектов должны играть субъекты Федерации. В этой связи предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием глав регионов, где, думаю, будет уместно обсудить, как предстоит решать поставленные задачи, что называется, на земле, применительно конкретно в субъектной Федерации. Какие дополнительные, может быть, инструменты необходимы, чтобы добиться практических, ощутимых результатов, которые ждут граждане России. Прошу правительству уже до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов. Также отдельно обсудим этот вопрос на ближайших встречах. Считаю, что коллеги в правительстве такую работу уже начали. Мы с председателем правительства встречались, вчера обсуждали этот вопрос. И, думаю, нужно переходить к практической работе по каждому направлению. Пожалуйста, давайте начнём сегодняшнее наше обсуждение и передаю слово первому заместителю председателя правительства Андрею Романовичу Белоусову. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги. В послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию сформулирована ключевая цель, которую необходимо достигнуть в экономической сфере. К 2030 году наша страна должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру валов внутреннего продукта, по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчёты показывают, что Россия может стать четвёртой экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год, с постепенным ускорением к концу периода до 3%. Всего за период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%. Хотел бы кратко остановиться на пяти основных механизмах, которые позволят это сделать. Первый – это повышение производительности труда, то, о чём много говорилось в послании. В условиях дефицита кадров это критически важно. Кроме того, только за счёт высокого уровня производительности труда возможно обеспечить устойчивый рост реальной заработной платы в экономике, а значит и потребительского спроса на российские товары и услуги. Для этого планируется, во-первых, провести масштабы реинжиниринг бизнес-процессов на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и социальной сферы на основе современных принципов бережливого производства. Работа будет проведена силами уже созданных Федерального центра компетенций и 60 региональных центров. В 2030 году проект охватит не менее 12 тысяч предприятий, в два раза больше, чем на текущий момент, и все 288 тысяч учреждений социальной сферы. Опережающий прирост производительности труда на предприятиях, охваченных данной программой, должен вырасти на 5% по сравнению со среднеотраслевым показателем. Во-вторых, расширить использование преимуществ цифровых решений. Ключевую роль здесь играет запущенная осенью прошлого года платформа лучших практик отечественных цифровых решений эффективности РФ. По сути, это удаленный консалтинг по организации процессов цифровой трансформации компании. К 2030 году на платформе будут представлены около 600 сервисов и типовых решений. Ожидаем, что это в 2,5 раза увеличит количество цифровых решений, которые будут использованы на предприятиях, участниках НАСПроекта по производительности труда. Второй механизм – это обеспечение роста инвестиций. Сегодня инвестиционная активность находится на высоком уровне, отражая масштабы начавшейся структурной перестройки экономики. Исходя из данных за прошедший год, инвестиции в основной капитал увеличились на 9,8%, почти втрое опережая рост ВВП. Задача – сохранить опережающий рост инвестиций на протяжении всего периода 2025-2030 годов. На чем планируется сосредоточиться? Во-первых, на обеспечении предсказуемости условий для инвесторов. В этих целях запущены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, которые стабилизируют условия реализации проекта и позволяют инвестировать в инфраструктуру за счет будущих налогов. В 67 действующих на текущий момент СЗПК зафиксированы инвестиционные обязательства на сумму около 4 трлн рублей. К 2030 году планируется удвоить количество заключенных соглашений до 150 СЗПК с общим объемом инвестиций – порядка 7 трлн рублей. Во-вторых, планируется продолжить работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Инструмент создает четкие правила и инфраструктуру поддержки инвесторов в регионе. Успешный результат его внедрения подтверждается итогами национального рейтинга состояния инвестиционного климата, ежегодно разрабатываемого ведущими предпринимательскими объединениями и агентством стратегических инициатив. Сегодня региональный инвестиционный стандарт внедрен в 85 субъектах и подтвержден бизнесом. В 2023 году к этой работе подключились 4 новых региона – Луганская, Донецкая республики, Херсонская и Запорожская области, которые внедрят этот инструмент к июню 2024 года. В-третьих, стимулирование инвестиций через представление инвестиционного налогового вычета. Это один из механизмов воплощения инвестиционной активности в регионах. Предприниматели смогут уменьшать размер налога на прибыль в региональный бюджет на сумму до 90% от объема инвестиций, а регионам компенсируют до 2 третей выпадающих доходов. Это согласовано с Антоном Георгиевичем Силуановым. При предоставлении инвестиционного налогового вычета планируется перейти на проектный подход. Соответствующие изменения в налоговый кодекс внесены. С 1 января текущего года регионы вправе принимать законы о возможности применять инвестиционный налоговый вычет по новому основанию. В-четвертых, обеспечение устойчивости финансового рынка, который позволит трансформировать сбережения в инвестиции в российскую экономику. Капитализация российского фондового рынка в 2023 году составила около 34% ФВП. К 30-му году она должна достичь 66%. 1 января текущего года заработала программа формирования долгосрочных сбережений граждан. Допущен новый тип индивидуальных инвестиционных счетов. Упрощен доступ на финансовый российский рынок иностранных финансовых организаций из дружественных стран. Эти и целый ряд других мер нашли отражение в стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года, обновленный правительством в декабре 2023 года. Третий механизм – это поддержка и наращивание несырьевого, неэнергетического экспорта на рынках дружественных стран. В соответствии с посланием, объем несырьевого, неэнергетического экспорта должен увеличиться не менее, чем на две трети, а экспорт продукции АПК в полтора раза. Это очень высокая амбициозная цель. Поддержка компаниям-экспортерам будет оказываться на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта. Продвижение российской продукции на внешних рынках будет обеспечено предоставлением льготного инвестиционного, предэкспортного и торгового финансирования. Будет уделяться особое внимание продвижению российских товаров и брендов под эгидой программы, сделанной в России. В начале этого года состоялся первый фестиваль-ярмарка, сделанный в России и в Китае, который имел значительный успех. Адаптировать продукции потребования новых рынков российским производителям помогут в рамках мероприятий по сертификации и омалогации товаров. Важнейшей задачей является формирование необходимой инфраструктуры не только внутри страны, но и на территории дружеских стран. Планируется оказывать содействие частному бизнесу в создании за рубежом транспортно-логистических центров, промышленных зон, необходимых портовых, складских и демонстрационных мощностей. При этом российским экспортерам будет также компенсироваться часть транспортных расходов. Четвертый механизм ускорения роста – поддержка малого и среднего бизнеса. К 2030 году стоит задача по увеличению выручки МСП на одного работника не менее чем на 23% по сравнению с 2023 годом. Это выше темпов роста валового внутреннего продукта в 1,2 раза. В первую очередь, рост показателя будет обеспечен за счет расширения финансов и мер поддержки, льготного лизинга промышленного оборудования, стимулирования закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП. Этими мерами поддержки будут охвачены более полутора миллионов предпринимателей. Продолжен в развитии качественной инфраструктуры. Дополнительно создадим не менее 100 индустриальных технопарков. Сейчас их 45. Наряду с этим планируем интегрировать малый бизнес в активно развивающуюся сегодня сеть промышленных парков. Обеспечим оказание более широкого спектра услуг центрами «Мой бизнес». Сегодня такие центры представлены в 84 регионах страны. Создадим единую цифровую систему мер федеральной и региональной поддержки малого бизнеса, объединив их на базе цифровой платформы МСП РФ. Планируем к 2030 году кратно увеличить показатель охвата 700 тысяч пользователей до порядка 2 миллионов. Ставим задачу по стимулированию малого бизнеса выходить на мировые рынки за счет расширения инструментов поддержки группы российского экспортного центра и размещение продукции субъектов МСП на международных маркетплейсах. А с остро актуальной на шестилетнем горизонте остается задача по упрощению условий создания нового бизнеса. На сегодняшний день в России ежегодно создается около миллиона новых компаний МСП, то есть чуть более 17% к среднегодовой численности всех МСП. Планируем к 2030 году поднять это значение почти до 20%. Эта задача будет решаться за счет адаптации финансовых мер поддержки для начинающих предпринимателей. Будет существенно расширен их доступ к перечню финансовых механизмов. Таких как микрозаймы, гранты и зонтичные поручительства. Продолжим работу и по оптимизацию отчетности. И, наконец, пятый механизм – это реализация проектов импортозамещения. Безусловно, само по себе импортозамещение не является самоцелью. Однако в разумных пределах оно решает сразу две задачи – экономического суверенитета и стимулирования роста. Задача импортозамещения будет выполняться с помощью двух основных групп мер. Первая – это системные меры импортозамещения для широкой номенклатуры продукции. Среди них льготные кредиты, в том числе в рамках кластерной инвестиционной платформы и фонда развития промышленности, а также субсидии для НИОКР. Вторая группа мер – это запуск проектов технологического суверенитета, о которых шла речь в послании. Каждая из них нацелена на производство конкретных линеек высокотехнологичной продукции на основе собственных линий разработки. Эти проекты отличаются обеспечением гарантированного спроса, заказа на разработку критических технологий, подготовку кадров и предоставление специальных мер поддержки. Предводительно таких проектов будет 12, в их числе станкостроение и робототехника, новые материалы и химия, обеспечение продовольственной безопасности, новые медицинские технологии. Курировать их будут профильные заместители и председатели правительства. Уважаемый Владимир Владимирович, реализация указанных механизмов позволит российской экономике не только ответить на текущие и будущие вызовы, но и выйти на траекторию дальнейшего устойчивого роста, обеспечить достижение ключевых целей, обозначенных в экономической части послания президента Российской Федерации к Федеральному Собранию. Благодарю за внимание. Спасибо. У нас в прошлом году сколько было создано новых предприятий, малых? Миллион двести, по-моему, тысячи? Порядка полутора миллионов. Так-то где-то... Полутора тысяч, примерно. В этом отношении было уникальным. Мы планируем сохранить эту тенденцию сегодня, но поддержать ее можно только за счет новых инструментов, которые мы сейчас разрабатываем. Да, он действительно был уникальным, потому что замещали то, что производилось раньше иностранными, участниками рынка, экономической деятельности, и заместили, на мой взгляд, очень достойно. Мы даже по многим направлениям улучшили и качество, и сроки поставок на рынок. Просто хорошо поработали. Спасибо. Ну, естественно, основные задачи, которые мы решаем в сфере развития экономики, они в конечном-то итоге должны отражаться на том, как люди живут, а это вся социальная сфера, здравоохранение, образование, помощь семьям с детьми, культура. Да, здесь у нас тоже большие планы. Татьяна Алексеевна, пожалуйста. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Владимир Владимирович, все поручения по блоку социальной сферы приняты к исполнению. Мы приступили под руководством председателя правительства к разработке нацпроектов. Сейчас о нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь». Его ключевая задача – это повышение ожидаемой продолжительности жизни к 30-му году до 78 лет. Сейчас этот рубеж достигли три региона страны. Это Республики Дагестан и Ингушетия и город Москва. В рамках национального проекта мы продолжим начатую модернизацию первичного звена. Это наиболее востребованный у населения проект. Так как касается каждого жителя нашей страны, ежегодно мы фиксируем более 1 миллиарда обращений в учреждения первичного звена. На сегодняшний день наиболее успешно реализуют программу город Москва, Республики Татарстан, Мордовия, Карелия, Ленинградская область и ряд других. Планируем, как вы и поручили, мероприятия по комплексному развитию экстренной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Также предусмотрим переоснащение перинатальных центров и детских больниц, модернизацию женских консультаций, обновление материально-технической базы федеральных учреждений. Предполагаем, что с учетом определенных вами дополнительных бюджетных ассигнований к концу 2030 года будет создано более 4000 объектов здравоохранения, В том числе построено более 100 приемных отделений в межрайонных центрах с населением более 300 тысяч человек, возведено 450 модульных женских консультаций, отремонтировано и оснащено более 10 тысяч объектов, в том числе оснащено 1500 детских больниц и перинатальных центров. Такие качественные инфраструктурные изменения позволят своевременно выявлять и начинать лечение жизнеугрожающих заболеваний, тем самым сохранив около 1 миллиона жизней. Вклад в валовый внутренний продукт по сохраненным жизням может превысить 2 триллиона рублей. Планируем также масштабное обновление материально-технической базы свыше 2500 зданий детских садов и 9,3 тысяч зданий школ. Таким образом, совместно с регионами к концу 30-го года закроем накопившуюся на текущий момент проблему с созданиями общеобразовательных организаций, нуждающимися в капитальных ремонтах и реконструкции. В рамках этой работы уделим особое внимание ремонту и оборудованию школьных медицинских кабинетов. Отмечу регионы, которые выполнили взятые на 2023 год обязательства по капитальному ремонту школ. Это республики Башкортостан, Саха-Якутия, Северная Осетия-Алания, Чеченская республика, Забайкальский край. С 2025 года дополнительно осуществим адресное строительство новых школ и детских садов в отдельных населенных пунктах. Эта необходимость связана с исторически сложившимися диспропорциями размещения и значительной изношенностью отдельных объектов, а также с принятыми решениями по целевому развитию ряда территорий. Вместе с регионами за 6 лет предполагаем построить порядка 150 школ и 110 детских садов. В 12 регионах страны появятся школы лидерского уровня, так называемые флагманские школы, которые станут передовой площадкой для развития талантливых учеников и педагогов, создания и внедрения лучших практик образования в стране. Сегодня начато строительство пяти таких школ в Новгородской, Псковской, Рязанской, Белгородской и Нижегородской областях мощностью 800 мест каждое с кампусом для проживания обучающихся. Три из них планируем открыть уже в 2026 году. С 1 сентября 2023 года во всех школах внедрена единая модель профориентации. В текущем учебном году ею охвачены более 8,4 миллиона ребят, начиная с 6 класса. Еженедельно школьникам рассказывают о современных производствах. Более 514 тысяч ребят посетили экскурсии на предприятиях по всей стране. В соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением, необходимо к 2028 году подготовить 1 миллион специалистов и квалифицированных рабочих для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны по основным отраслям технологического суверенитета. Для этого, по вашему поручению, расширяем проект «Профессионалитет». За два года его реализации уже создано 220 производственных образовательных кластеров, которые включают 925 колледжей в 68 регионах страны по 24 приоритетным отраслям экономики. Привлекли одну тысячу предприятий. Регионами-лидерами на сегодняшний день являются Оренбургская, Свердловская, Тульская, Мурманская области и Приморский край. Первый пилотный или, как мы его называем, экспериментальный выпуск по проекту «Профессионалитет» у нас произойдет уже в 2024 году. Это будет чуть более 138 тысяч молодых специалистов, которые придут в машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство и транспорт. В рамках расширения профессионалитета, по поручению, которое вы дали в послании, сейчас планируем увеличить число колледжей и расширить направление подготовки, чтобы вовлечь в проект «Профессионалитет» обучение по таким специальностям, как здравоохранение, сфера услуг, творческие индустрии. На 2024 год мы уже отобрали 70 кластеров в 79 регионах страны. И сейчас проходит дополнительный отбор еще 20, который завершится к середине апреля. Наряду с такими уже ставшими брендовыми проектами, как «Земский доктор» и «Земский учитель», по вашему поручению, с 2025 года начнем реализацию программы «Земский работник культуры». Специалист, который приедет на работу в село или малый город, получит единовременную выплату, как вы и поручали, в размере 1 миллион рублей, а те, кто отправится на Дальний Восток, на Донбасс или в Новороссию, в два раза больше, то есть 2 миллиона рублей. Хочу сразу сказать, что по результатам вашего решения инициатива получила очень позитивный отклик в регионах. И мы будем активно взаимодействовать с коллегами и методически сопровождать эту работу. По предварительным оценкам, к концу 2030 года мы планируем привлечь в отрасль порядка 9 тысяч специалистов, что существенно снизит имеющийся кадровый дефицит. Слание, Владимир Владимирович, Вы озвучили важную меру поддержки многодетных семей. Это увеличение в два раза стандартных вычетов по налогу на доход физических лиц на детей. На второго ребенка 2,8 тысячи рублей. На третьего и каждого последующего до 6 тысяч рублей в месяц. Размер годового дохода, до превышения которого применяются такие вычеты, повышается с 350 до 450 тысяч рублей. Эта мера заработает с 2025 года. Мы с Министерством финансов оценили. Предполагаем, что она охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. И по предварительным оценкам, совокупно более 35 миллиардов рублей в год будет оставаться в семьях. Теперь о тех Ваших поручениях, которые касаются выплат отдельным категориям работников бюджетной сферы. С января 2023 года по Вашему поручению были введены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников первичного звена здравоохранения. В зависимости от категории и специальности, размеры выплат составляли от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Теперь, в соответствии с дополнительными решениями, которые Вы приняли и озвучили на пленарном заседании Второго форума будущих технологий, с 1 марта 2024 года будут произведены начисления выплат медицинских работников, медорганизаций и их структурных подразделений в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, врачам до 50 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу до 30 тысяч рублей, а в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч жителей размер выплат врачам составит 29 тысяч рублей, средним медицинским работникам 13 тысяч. Эти меры затронут более 200 тысяч медицинских работников. Соответствующие средства в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены, а постановление будет завтра рассмотрено на заседании правительства и выплаты за март будут осуществлены в апреле. Также с 1 марта этого года удвоим с 5 до 10 тысяч размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Эта мера затронет свыше 565 тысяч педагогов. Первые выплаты педагоги также получат в апреле этого года. С сентября текущего года введем выплату стимулирующего вознаграждения в размере 5 тысяч рублей для советников по воспитанию, директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Охватим этой мерой свыше 32 тысяч получателей. И в завершении хочу сказать, что в соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением обеспечивается опережающая индексация минимального размера оплаты труда. Повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5% произведено. Оно коснулось 4,8 миллиона работников. Продолжим эту работу. В 2030 году МРОД должен вырасти еще вдвое, до 35 тысяч рублей, что позитивно отразится, безусловно, и на заработных платах в бюджетной сфере, и в экономике в целом, а также на увеличении социальных пособий. Уважаемый Владимир Владимирович, задачи понятны, все ваши поручения будут выполнены. Спасибо за внимание. Дмитрий Николаевич, как видите перспективу строительства и развития системы университетских кампусов? В послании федеральному собранию вы поручили как раз расширить программу создания современных университетских кампусов мирового уровня до 40. Сейчас мы вам докладывали, проектируются и строятся кампусы в 17 регионах от Калининграда до Южно-Сахалинска. Это более 2 миллионов 300 тысяч квадратных метров передовой инфраструктуры для учебы и занятий наукой, технологическим предпринимательством, творчеством, спортом, ну и, конечно, комфортного проживания студентов, преподавателей, ученых. Мы разработали единый стандарт кампуса и его оснащение. А в каждой закладывается увязка с конкретными отраслями и технологиями, которые позволяют готовить кадры, проводить исследования по всем приоритетным направлениям, таким как генетика, искусственный интеллект, новые материалы и другие. Эти все направления включены в утвержденную вами стратегию научно-технологического развития. А в феврале на выставке «Россия», как раз вы упомянули, вы открыли объекты четырех кампусов в Москве, Когалыме, Альметьевске и Уфе. А до конца года будет введена в эксплуатацию еще 21 объект в Нижнем Новгороде, Челябинске, Калининграде, Новосибирске и Москве. Темп очень хороший. Мы делаем все, чтобы его не избавлять. Отмечу, что общая стоимость работ по созданию вот этих 17 уже отобранных кампусов превышает полтриллиона рублей, из которых порядка 40% это федеральные средства и сопоставимую сумму привлекает бизнес и регионы. Благодаря вашему решению, дополнительное финансирование 400 миллиардов рублей позволит нарастить инвестиции в создание кампусов на общую сумму порядка полутора триллионов рублей с учетом расходов на строительство, оснащение и содержание объектов. Это беспрецедентная по масштабам строительства и финансирования программа в сфере высшего образования, в новейшей истории нашей страны. И благодаря вашей поддержке в августе мы проведем третий конкурс на отбор проектов по созданию кампусов, отберем еще не менее 8 проектов. Отмечу, что программа крайне востребована. На популярность среди регионов мы ожидаем еще больше заявок. Если в первом отборе было 27 заявок, из них мы выбрали 9, во втором было уже порядка 39, и в третьем предварительно мы ожидаем более 50 заявок. То есть конкуренция очень высокая. И что очень важно, что программа тесно увязана и с другими проектами, которые реализуются по вашему поручению. Вот в создании кампуса вовлечено 25 вузов, участников программы «Приоритет-2030» и 15 университетов, которые получили поддержку на создание передовых инженерных школ. Вот как раз по вашей инициативе, вы об этом говорили, обе эти программы будут расширены и продлены. Вдвое увеличится количество передовых инженерных школ до 100 и продолжится реализация программы «Приоритет-2030». Вот такие указания уже дали. Синергия этих программ вкупе с вашими поручениями по повышению уровня оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин – математика, физика, химия – даст как раз такую системную основу для подготовки инженерных и научных кадров для обеспечения технологического суверенитета. По поручению Михаила Владимировича Мишустина в правительстве на системной основе организован мониторинг программы по созданию кампусов. Мы регулярно проводим штабы и с Маршином Шахидзиановичем докладываем на еженедельных планерках председателя о ходе их строительства. Помните, в прошлом году мы вам показывали информационную панель, в которой были подключены видеокамеры для отслеживания хода строительства кампусов в режиме реального времени и многие другие параметры мы там отслеживаем. Уважаемый Владимир Владимирович, в послании к Федеральному Собранию вы также поручили запустить масштабную программу капремонта 800 общежитий вузов. Благодаря вашей поддержке на эти цели будет выделено 124 миллиарда рублей, то есть примерно по 20 миллиардов рублей ежегодно позволят обеспечить модернизацию существующей инфраструктуры, жилой инфраструктуры вузов, то есть сделать комплексный ремонт и решать не какие-то точные проблемы, а обновить всю инфраструктуру. Мы сможем ремонтировать не менее 140 общежитий в год, а это еще примерно 49 тысяч комфортных мест для студентов ежегодно. Вы говорили о необходимости и постоянно говорите о обратной связи, поэтому реализовывать эту программу мы, конечно, будем совместно с Общероссийским народным фронтом, такие договоренности у нас уже достигнуты. Уважаемый Владимир Владимирович, сфера науки и высшего образования с воодушевлением восприняла ваши решения по развитию научно-технологического потенциала страны. Их выполнение обеспечит достижение технологического суверенитета и под руководством Михаила Дмитриевича Мишустина правительство выполнит ваши поручения в установленные сроки. Спасибо, Игорь Николаевич. Главное, чтобы это было обеспечено финансированием. Насколько я понимаю, источники определены, здесь никаких разногласий нет. Это очень хорошо. Вы знаете, хотел бы отвлечься от тех тем, которые вы сейчас затронули. И хотел бы вас и всех тех, кто занимался подготовкой и проведением Игоря будущего, поблагодарить за это мероприятие. Не буду скрывать, что я относился к этому так положительно, разумеется, и хотел, чтобы и наши молодые люди, и наши гости получили удовольствие от общения, но всё-таки относился к этому как к какой-то уж совсем такой лёгкой, современной, такой развлекательной программе. А это получилось очень серьёзным мероприятием. Но даже дело не в том, что это получилось серьёзным мероприятием сейчас, а важно то, что вы действительно были правы. Это хороший старт для будущего. Это действительно игры будущего. Там сотни миллионов людей посмотрели. Но важно, что мы были первыми при организации мероприятия такого масштаба. И это, конечно, очень здорово. Интересно и, на мой взгляд, перспективно. Так что я хотел бы вас попросить, и Михаил Владимирович уже об этом говорил, надо, конечно, отметить тех людей, которые организовали эту работу. Теперь, что касается того, что мы, на какой базе мы хотим добиваться результатов, о которых сегодня говорим, и ещё будем говорить. Конечно, мы должны это делать. Мы с вами много раз к этому возвращались, на базе собственных технологических достижений, достижений в сфере науки, естественно, образования, но и на базе технологического суверенитета, укрепления этого технологического суверенитета и его развития. Здесь есть конкретные задачи. Попросил бы коротко оставиться на этом Дениса Валентиновича. Мартур, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, послание Федеральному собранию задаёт долгосрочные ориентиры достижения технологического суверенитета нашей страны. Работу по ключевым направлениям мы продолжим в рамках действующих государственных программ, а также системных мер государственной поддержки. А развитие наиболее значимых для экономики секторов по вашему поручению переводим в формат национальных проектов. Это, во-первых, касается формирования полного цикла производства химической продукции. Для этого к 2030 году будет создано порядка 150 новых предприятий, средней и малотоннажной химии. Тем самым мы обеспечим российским сырьём тысячи производителей лекарственных препаратов, косметики, парфюмерии, бытовой и промышленной химии, лаков, красок, строительных материалов, ну и пищевых продуктов. Второе сквозное направление, которое получило сейчас мощный импульс к своему развитию – это выпуск станков, оборудования и промышленных роботов. В горизонте шести лет планируем модернизировать и создать около 70 производств. Освоение новых компетенций позволит ритмично обновлять основные фонды и увеличивать степень автоматизации промышленности. Наряду с внедрением отечественных программных решений, это повысит уровень цифровой зрелости предприятий до 85%. В целом для цифровизации всех этапов жизненного цикла промышленной продукции крайне важно развитие телекоммуникационных услуг. Они сейчас активно смещаются в космос, чтобы укреплять наш суверенитет в этой сфере, по вашему поручению формируется новый национальный проект. Из его основных направлений хотел бы отметить разработку и производство перспективных ракетоносителей, в том числе многоразового использования, создание транспортных модулей на основе ядерной энергетической установки и, конечно, строительства российской орбитальной станции. Еще один обозначенный вами приоритет ближайшей шестилетки – это повышение экономической связанности нашей страны. На это нацелены инструменты двух наших отраслевых госпрограмм. Речь идет про обеспечение гражданской авиации отечественными самолетами и вертолетами, а также про технологический суверенитет в судостроении в целях продолжения масштабного обновления пассажирского, грузового и рыбопромыслового флота. Кроме того, наши судостроители будут содействовать решению задачи увеличения грузопотоков через Северный морской путь, имея в виду наращивание темпов строительства морской техники, включая танкеры, контейнеровозы и ледоколы. То же самое касается обеспечения железнодорожным транспортом наземных транспортных коридоров, таких как Север-Юг, БАМ и Транссиб, и создания пассажирского подвижного состава для новых высокоскоростных магистралей. Работа по всем обозначенным новым направлениям будет служить достижению поставленных вами макроэкономических целей с охватом всех основных отраслей промышленности. С учетом ваших, Владимир Владимирович, принятых решений у нас формируются необходимые финансовые ресурсы для ускоренного наращивания компетенции, имея в виду докапитализацию фонда развития промышленности, что обеспечит реализацию до 2030 года дополнительно не менее 500 новых проектов. По механизму кластерной инвестиционной платформы мы сможем привлечь в отрасли еще порядка 2 триллионов рублей частых вложений, а по промышленной ипотеке вовлечь в хозяйственный оборот порядка 10 миллионов квадратных метров производственных площадей. И это в том числе расширяет доступ для малого и среднего бизнеса к инфраструктуре индустриальных парков. Вы уже сегодня сказали о результатах прошлого года в части привлечения малого и среднего бизнеса в промышленности. Это будет еще дополнительный импульс, поэтому мы продолжим. Владимир Владимирович, от лица всей промышленности хотел бы поблагодарить Вас за беспрецедентный объем поддержки и Ваше личное внимание к развитию наших отраслей. Мы приложим все усилия, чтобы справиться с поставленными задачами. Доклад окончен. Владимир Владимирович, директор А.Семкин Финансировать нужно вовремя. Если мы дальше будем вот так относиться к… Но это не Вас лично касается, безусловно, это касается в целом, но нужно просто определить приоритеты. Я хочу обратиться и к Андрею Рымовичу, и к Михаилу Владимировичу. Но там есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, потому что эта тема, она как-то важная. Вроде как мы все привыкли к тому, что у нас здесь есть такие компетенции, которыми другие страны не обладают, но нужно ей уделить особое внимание для того, чтобы она, а, развивалась, и, б, могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий. Это первое. Второе, что касается судостроения, о котором Вы упомянули. Здесь нам нужно будет вот с чем определиться. Есть необходимость, судя по всему, строительства дополнительных верфей. Так, надо определиться с местом их строительства. И, конечно, если увязывать это с территориальным развитием страны, конечно, да и не только, а с удобством производства соответствующей техники, то, конечно, было бы целесообразно делать это в восточных регионах России, в том числе и для того, чтобы создавать условия для развития Дальнего Востока, создавать там новые рабочие места, хорошо оплачиваемые, компетенции и так далее. Но там дороже всё. И для того, чтобы вот эти проекты были реализуемыми, там без всякого сомнения нужно будет принимать решение о стоимости производимой продукции. Значит, её... То есть, в европейской части дешевле. Там дороже. Значит, у нас вряд ли будет какой-то другой путь, кроме поддержки вот этого производства со стороны правительства. Проще сделать в европейской части и дешевле. Но нам, с учётом необходимости развития Дальнего Востока, целесообразнее, исходя из долгосрочных интересов российского государства, всё-таки развивать эти компетенции именно на Дальнем Востоке. Я прошу вот Андрея Ромовича и вас, разумеется, Денис Валентинович, председателя правительства, подумать на этот счёт. Это важная вещь. И потом, в целом, надо ещё раз вернуться к вопросам, связанным с расчисткой финансовой базы ОСК. И не только на данный момент времени, а создать такие долгосрочные источники финансирования тех программ, которые там могут быть реализованы с точки зрения строительства гражданского флота. Гражданского флота. И не только специализированного, но в широком смысле гражданского флота. Мы должны будем к этому в самое ближайшее время ещё раз вернуться. Я вас прошу тогда поработать на эту тему, подумать. У нас строители добились очень хороших результатов в прошлом году. Мы много раз об этом сказали. И ещё раз хочу поблагодарить всех, кто работает в этом комплексе, за результаты. Задач много и в сфере ЖКХ, и в сфере развития малых и средних городов. Здесь и планы есть, я как раз в послании об этом говорил. Хотел бы Маратушу Горзиановичу вернуться к этим темам. Пожалуйста, Маратушу Горзиановичу. Уважаемый Владимир Владимирович, в послании Федеральному собранию Вами особое внимание уделено вопросам сбалансированного развития регионов, повышения их экономической самостоятельности, а также создания инфраструктуры для жизни и деятельности наших граждан. Поэтому наша основная стратегическая задача – развивать инфраструктуру в широком смысле. Это жильё, социальные объекты, коммунальные, транспортные, промышленные объекты, рабочие места для наших жителей, с учётом их мнения, о чём Вы подчеркнули в послании. Вами поручено сформировать программу комплексного развития порядка 2000 населённых пунктов, в том числе определить не менее 200 крупных и малых городов, для каждого из которых разработать мастер-план. Основной приоритет – обеспечить сбалансированное развитие регионов и повышение их экономической самостоятельности. Для этого необходимо совместно с главами регионов определить точки роста в каждом субъекте и направить совместные усилия всех уровней власти на их развитие. Это даст безусловный толчок для развития всех населённых пунктов в каждом регионе и в целом региона. Подход к развитию населённых пунктов должен быть комплексным. Надо увязать все планы по созданию и модернизации инфраструктуры. Это и жилищные строительства, и создание комфортной городской среды, и транспортная связанность. То есть все наши три действующих нацпроекта. Сегодня мы вышли на рекордные показатели в жилищном строительстве. Вот жилье в 2023 году составило 110,4 миллиона квадратных метров. Причём за первые два месяца этого года, вот жилье я составил, Владимир Владимирович, 20 миллионов 6 десятых квадратных метров. То есть мы продолжаем поддерживать набранный темп. И что более важно, что жилищные условия по итогам прошлого года улучшили 4,4 миллиона семей. Это также лучший показатель в истории. Мы работаем над увеличением градостроительного потенциала и выполнением национальных целей к 2030 году вводить не менее 120 миллионов квадратных метров. Ваше решение о продлении семейной ипотеки до 2030 года и её особых условий для малых городов будут способствовать достижению цели. И каждый пятый метр жилья, построенный в нашей стране, будет новый. Владимир Владимирович, хочу отметить, 5,6 триллионов рублей ежегодно население инвестирует в жилищное строительство. Это самый большой инвестор в нашей стране. То есть население верит, это и дороги, и сети, и социалка. Вот всё, что мы делаем комплексно, приводит к тому, что население всё больше и больше вкладывает деньги в развитие жилищного строительства. Решение о продлении программы комфортной городской среды и конкурса в малых городах, также решение о новой программе расселения аварийного жилья, продлении программы инфраструктурных бюджетных кредитов, позволяет нам комплексно подойти к развитию населённых пунктов и выйти на показатели улучшения городской среды полтора раза к 2030 году. Подходы по комплексному развитию населённых пунктов, агломераций и макрорегионов мы докладывали вам на примере Калининградской области, Санкт-Петербургской агломерации и Азово-Черноморского кластера. По такому же принципу будем формировать нашу работу и дальнейшую. Решение вопросов экономической самостоятельности регионов будет способствовать снижению их долговой нагрузки. Ранее правительством Совета с Минфином уже принимались решения о проведении реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам. С 2021 года часть этих средств направляется регионами на создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов. На эти цели уже направлено 126 миллиардов бюджетных средств. Реализуется 454 новых инвестпроектов, в рамках которых будет создано 134 тысячи рабочих мест. Принятое вами решение о списании 2-3 задолженности регионов позволит оставить средства в субъектах и направить их на инвестиционные проекты и развитие инфраструктуры, прежде всего в коммунальной сфере. Владимир Владимирович, это почти еще один триллион потенциально наш источник для развития. Сильнейшее решение, которое, конечно, очень поможет развитию регионов. Сегодня реализуются стратегические инициативы правительства. Это инфраструктурное меню, в котором мы собрали все меры федеральной поддержки для регионов. Это позволило качествам на новом уровне приступить к решению вопросов снятия инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития регионов. Инфраструктурные бюджетные кредиты, по отзывам регионов, стали одним из самых эффективных и востребованных инструментов развития. За период 2021-2026 год у нас было предусмотрено 1 триллион бюджетных кредитов, из которых более 500 уже пришли в регионы. 190 миллиардов рублей специальных казначейских кредитов. Также ведется работа по 150 миллиардам инфраструктурных облигаций Дома РФ, на которые все больше и большее количество объектов строится в стране. Это позволит создать тысячи новых объектов, обновить порядка 8 тысяч единиц общественного транспорта. А за счет принятых решений будет продолжено строительство в метрополитенах пяти субъектов в Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Санкт-Петербурге, Самаре. И обновлен подвижной состав в Москве и Санкт-Петербурге. Также продолжится строительство беспрецедентного объема очистных сооружений по Черноморскому побережью. Кроме того, у нас обновлено 6,5 тысяч единиц общественного транспорта на сегодняшнюю дату. Благодаря решению о выделении 150 миллиардов, эта работа будет продолжена, что позволит обновить общественный транспорт и привести к нормативному уровню. Ваше решение по продлению действия программы инфраструктурных бюджетных кредитов в сумме еще более 1 триллиона позволит все закончить и продолжить все начатые проекты. Часть средств пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. И самое главное, что регионы будут видеть свою перспективу долгосрочную до 2030 года, что нужно будет делать. В соответствии с вашим поручением будем наращивать темпы модернизации ЖКХ. И до 2030 года мы подготовили беспрецедентную программу на 4,5 триллиона. Это средства бюджетные, средства внебюджетные. Мы туда собрали все программы. И чистая вода, и модернизация коммунальной инфраструктуры по 150 миллиардов ежегодно. И поддержку финансационального богосостояния. И мы, видя результаты этой программы, видим, что комплексно порядка 40 миллионов человек в нашей стране улучшат качество коммунальных услуг. Сегодня мы на штабе с губернаторами подробно обсудили планы про реализацию вашего послания. Также у председателя правительства мы активно обсуждаем дальнейшее продление нацпроектов, подходы к реализации этих проектов. Думаю, что в ближайшее время подготовим комплексные предложения. Вами поставлены амбициозные задачи, решение которых непосредственно скажется на улучшении жизни граждан страны. Это задачи непростые, но, несмотря на все сложности, благодаря вашей поддержке, командной работе регионов, администрации президента, правительства, строительная отрасль стабильно растет из года в год. Мы, выполняя планы, и мы надеемся справиться со всеми поставленными вами задачами. Но я отдельно хочу сказать, Владимир Владимирович, огромное спасибо за то внимание, которое вы уделяете. Такой беспрецедентный объем из реконструкции инфраструктуры, строительства дорог, жилья никогда не было в нашей отрасли. Благодаря этому нам удалось все поставленные вами задачи выполнить, и надеемся, и дальше также с этой задачей будем справляться. Спасибо вам огромное. Доклад окончен. Спасибо. Как мы и договорились, мы в ближайшее время вернемся еще к вопросу дорожного строительства и на восточном полигоне, и на юге страны, обсудим это отдельно. В целом, результаты хорошие. Поздравляю вас, ну и всех, кто работает в этой сфере. Сейчас Марат Шегзианович упомянул о строительстве очистных сооружений. И, конечно, в этой связи хотел бы передать слово Виктории Валерьевне. В этом отношении у нас много-много задач. Все они направлены на то, чтобы улучшить экологию, улучшить условия жизни для наших граждан. Это напрямую отражается на здоровье людей, да, и способствует развитию высоких технологий. Здесь много действительно вопросов, которые мы должны решить вместе. Пожалуйста, Виктория Валерьевна. Уважаемый Владимир Владимирович, в послании вы уделили большое внимание реализации важных для людей экологических преобразований. Это и снижение вредных выбросов атмосферы, оздоровление водных объектов, ликвидация свалок, переход к экономике замкнутого цикла, охрана и восстановление лесов, поддержка волонтерского движения и экологических гражданских инициатив. Развитие природных территорий и спасение диких животных. И благодаря вашей, Владимир Владимирович, неизменной поддержке экологических реформ по многим из перечисленных направлений есть существенные результаты. Но особую благодарность природоохранной вертикали, это почти 80 тысяч человек, выражают вам за решение о повышении заработной платы отдельным категориям работников. В послании вы отметили труд лесников, метеорологов, инспекторов по охране окружающей среды, людей, которые на земле заняты очень важным делом, сбережением уникального природного наследия нашей страны. Спасибо вам большое за это решение. Доложу о выполнении данных вами в рамках послания и поручений по ключевым направлениям. Первый блок – это чистый воздух. В 29 новых городах-участниках проекта уже проводятся сводные расчеты загрязнения воздуха. Для семи городов такая работа завершена с опережением графика. Это города Абакан, Черногорск, Искитим, Чекдамын, Южно-Сахалинск, Гусиноозерск, Петровск, Забайкальск. До конца апреля подготовим сводные расчеты еще для 22 городов. В следующем году доведем квоты на выбросы и утвердим комплексные планы по их снижению. Основные загрязнения воздуха в городах второго этапа эксперимента связаны с сжиганием угля. Поэтому, не дожидаясь утверждения комплексных планов, с отдельными регионами приступили к реализации мероприятий по снижению выбросов. Так, с бюджета Красноярского края уже в этом году будут выделены 110 миллионов рублей на перевод частных домовладений Минусинска с угольного отопления на экологичные виды топлива. В рамках концессионного соглашения в Черногорске закрыты 7 угольных котельных малой мощности. Кроме того, вместе с регионами и крупными предприятиями расширим сеть наблюдений за качеством воздуха. Реализация проекта в 29 городах приведет к улучшению качества жизни более 6 миллионов человек к 2030 году. Второе направление касается ликвидации опасных объектов. Вами поставлена задача к 2030 году ликвидировать 50 наиболее опасных объектов накопленного вреда. А также полностью завершить работы на территории полигона Красный Бор, промплощадки Усолья-Сибирского и ЦБК в Байкальске. Создание всей необходимой инфраструктуры на полигоне токсичных отходов Красный Бор будет завершено уже в этом году. Благодаря вашей поддержке полностью обеспечим финансированием и до 2028 года завершим работы по ликвидации в Усолье. Новые 50 объектов для ликвидации будем выбирать по прозрачным критериям, исходя в первую очередь из наибольшей угрозы здоровью людей и окружающей среде. Соответствующая нормативная база принята. Предварительно для включения в этот перечень подготовлены полигон с отходами химического производства в Луганской Народной Республике и могильник бывшего Горловского химического завода в Донецкой Народной Республике. Шлама накопителей в Республике Крым, Ярославской и Самарской областях. Следующее направление связано с оздоровлением водных объектов. По вашему поручению включаем в нацпроект экологии объединенный водный проект «Вода России». В его составе мероприятия связаны с оздоровлением рек и озер, водообеспечением отраслей экономики, строительством очистных сооружений, защитой от негативного воздействия вод. Наша первоочередная задача – обеспечить очистку загрязненных стоков в объеме не менее 1,4 куба километров к 2030 году. Для этого уже проведена антиризация очистных сооружений по всей стране. Определены объекты, осуществляющие максимальный объем сброса неочищенных сточных вод в реке. Их планируем модернизировать в первую очередь. Это позволит снизить антропогенную нагрузку на реки Окского, Балтийского, Волжских, Западнокаспийского, Иртышского, Камского и Донского бассейнов. Во исполнение вашего поручения реализуем принцип «Ноль загрязнения» для уникальной экосистемы озера Байкал. Запланировали строительство 25 очистных сооружений на байкальской территории. Еще одна задача связана с формированием экономики замкнутого цикла. Ее главная цель – вовлечение максимального количества сырья из отходов в оборот. Вы поставили перед нами задачу вторичного использования не менее четверти объема образуемых коммунальных отходов. Для этого нужны мощности и меры стимулирования. В частности, в рамках реформы расширенной ответственности производителей и импортеров, принято решение об установлении ответственности производителей за утилизацию всего объема выпущенной упаковки с 2027 года. Правительством определен перечень товаров, при госзакупках которых применяются требования в использовании вторичного сырья при их производстве. Установлен законодательный запрет за хранение вторичных ресурсов из отходов с 2030 года. Вами поставлена задача по строительству восьми экопромышленных парков, необходимых для утилизации отходов. Шесть таких объектов уже строятся. В Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях и Ставропольском крае 27 резидентами в указанных экопромышленных парках подписаны соглашения для открытия 36 производств на строящихся площадках с общим объемом частных инвестиций в более 18 миллиардов рублей. Дополнительно отрабатываем с регионами и бизнесом создание до 2030 года 400 объектов по обращению с отходами. Владимир Владимирович, не менее важное направление это сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма. По вашему поручению на территории всех национальных парков к 2030 году будет создана туристическая инфраструктура. Перечень допустимых к созданию объектов уже определен правительством. В текущем году во всех национальных парках будет произведен расчет рекреационной емкости и подготовлены планы рекреационной деятельности. Возможные для такой деятельности определены части национальных парков. Уже в текущем году 19 национальным паркам будет выделено более 80 миллионов рублей на создание визит-центров и экологических маршрутов. По вашему поручению продолжим работу по сохранению и защите редких видов животных. В этом году будет утвержден комплексный план по сохранению и восстановлению снежного барса. Мероприятие планируется в Саяношушенском заповеднике, в Сайлюгемском национальном парке, в Алтайском заповеднике и в Упсуднурской котловине. В конце этого года будет открыт второй в России центр реинтродукции лошади Пржевальского в Хакасском заповеднике. Планируем утвердить три стратегии по амурскому тигру – серому и греландскому китам. Программа восстановления переднеазиатского леопарда. Всего к 2030 году будет создано шесть новых центров реинтродукции редких и исчезающих животных и птиц. Продолжим поддержку волонтерского движения. По вашему поручению создадим фонд экологических и природоохранных проектов. Владимир Владимирович, все поручения будут выполнены. Что касается людей, которые работают в сфере природоохраны, то это, к сожалению, часто бывает там, где род деятельности человека связан с такими ключевыми задачами, важнейшими задачами для страны. Очень часто там работают люди, преданные своему делу, и работают, и работают. И, конечно, у нас перед ними много долгов, и уровень доходов их не соответствует важности того дела, которым они служат. Поэтому это решение давно назрели. Надо только проконтролировать, чтобы они были исполнены своевременно и здесь без всяких отклонений. Первое. Второе. Вот на что не посмотришь из того, что вы сейчас говорили, всё важно. Всё важно. Нужно обязательно только доводить это до конца. Вот Усуилия, Сибирьская, Красный Бор и другие объекты подобного рода, но просто опасно их держать в таком виде. Работа проделана очень большая, но нужно довести её до конца. Надеюсь, что так оно и будет. Здесь выбросы в атмосферу, загрязнение водных объектов, но всё важно. Я вас прошу, просто вот это всё должно быть абсолютно до деталей. Всё отработано и с финансово-экономическим блоком правительства, чтобы здесь задержаний никаких не было. Всё отработано и с финансово-экономическим блоком правительства, чтобы здесь не было.